Многие люди еще не успели привыкнуть к относительно молодому виду спорта хобби-хорсингу, представляющему собой езду на деревянной палке с лошадиной головой. Как социальные сети заполонили видео еще одного, оно называется квадробика. Этот необычный вид спорта представляет собой передвижение человека на четырех конечностях, имитирующее ходьбу, бег, прыжки и другие движения зверей. Дети даже внешне стараются походить на животных, надевая маски и костюмы, а иногда даже гуляют на поводке. Жители России с осторожностью наблюдают за этим процессом, ведь некоторых из них дети даже успели укусить за ногу. Видимо, вжились в роль. Если вы зайдете на ютуб-канал, то увидите, есть мастера, которые подражают очень прыгучим животным, и это мастерство. И это мастерство на уровне серьезных акробатических упражнений, акробатических номеров, например, рандат. То есть, это серьезное направление, которое требует профессионального подхода, серьезных тренеров. Под видом того, что мы просто якобы подражаем животным, это же не просто на юлку пришли, нарядились там и ходим, так сказать, бездарно, а это серьезное действие, это мастерство. Со стороны поведения любителей квадробики может показаться странным, и многих оно удивляет. Но любители этой активности, они же квадроберы, настаивают на его положительном влиянии на физическую форму и общее самочувствие. Ведь оно подразумевает прыжки, бег и даже элементы акробатики, а значит, может улучшить выносливость, сердечно-сосудистую систему и координацию движений. Для начала необходимо выбрать свой тереотип. Это своего рода твое внутреннее животное. Далее идет процесс создания костюма своего зверя. Многие при этом тщательно продумывают свои образы, добавляют маски, хвосты и различные аксессуары. Перед своей нетипичной тренировкой квадроберы тщательно разминаются, а потом оттачивают движения животных. Квадробик развивает ребенка. Если серьезно, ребенок занимается именно как спортом. А официально это квадробик как спорт имеет место только в США. У нас этот спорт неофициальный. Наверное, сейчас будут готовить. Но это, по сути дела, будет некий синтез искусства, гимнастики и акробатики. И это прекрасно. Другое дело, что тренерами должны быть профессионалы, профессионалы. Нужно учитывать издержки, опасности, потому что можно и шею свернуть, как говорится. Поэтому просто на основании того, что это просто модно, маловато, должны быть специалисты. С психологической точки зрения интерес и привязанность детей к животным и занятиям квадробикой могут быть рассмотрены как положительные аспекты. Изучение повадок и особенностей животных, а также тренировки на открытом воздухе могут способствовать развитию эмоциональной связи, эмпатии, ответственности, уважения и заботы к окружающему миру. И вообще у ребёнка заложены мимикрии, подражания кому-либо. Не только взрослому, но почему не подражать животным? А вообще в целом в философии, восточной философии, есть такие основания, теология, есть такие основания, когда духовность человека развивается именно благодаря подражанию животным. И это целая техника развития духа, развития человека. Это известно. Всё должно быть в меру. И если дети занимаются квадробикой без фанатизма, то не стоит беспокоиться. Наоборот, можно поддержать увлечение ребёнка и нанять тренера, чтобы тот контролировал процесс. Купить перчатки и эластичные бинты, чтобы не допустить повреждений и растяжений. Главное – вовремя донести различия человека и животных, чтобы дети порой не переходили границы и не нападали на людей, кусая их подобно животным. Резидак Каримова, Универ Новости. Резидак Каримова, Универ Новости.